Древнегреческий философ Сократ, богиня любви Венера, бог искусства Аполлон. Рисунок гипсовой головы – одно из самых распространенных заданий на вступительных испытаниях на архитектуру. Именно в таком рисунке хорошо видно, владеет ли абитуриент азами изобразительной грамоты. Здесь сразу предупреждают – срисовывать не надо. Чтобы поступить в технический вуз, нужно чувствовать объем, строить рисунок линейно-конструктивным образом. Для этого необходимо просто пройти им рисунок черепа человеческого, части лица, нос, глаз, уха, губы. Они должны в совершенстве рисовать части головы, так скажем лучше. И потом еще надо выучить анатомию головы, анатомичку. Это экорше голова, анатомичка. Выучить, что мышцы головы. Потом приступить к работе над этими головами. И когда они будут чувствовать, что у них все получается, что они все умеют, тогда можно спокойно идти на экзамен. Абитуриенты, поступающие на специальность архитектуры или архитектурный дизайн, можно сказать, репетировали вступительный экзамен. Требования серьезные. Зато после занятий, говорят преподаватели, будут ощущать себя, как рыба в воде. Надежда Демидюк приехала в Брест из Малориты, чтобы поработать на студенческих мольбертах и прочувствовать, что такое настоящий экзамен. Хочу поступить сюда. Определилась уже очень давно. Потому что, ну, как-то с ранних лет у меня душа лежит к рисунку. Я закончила художественную школу в Малорите. Шесть лет отучилась. Немного волнительно, потому что я здесь первый раз. Все люди незнакомые. Но очень интересно. Я не пожалела, что записалась на это мероприятие. Абитуриенты могут прийти к нам в ВУЗ и попробовать себя в роли студента, так сказать, порепетировать, посмотреть, что это такое. Окунуться в эту студенческую атмосферу. Предыдущие акции у нас пользовались достаточно большим спросом. То есть это у ребят откликается. Они регистрируются на сайте, выбирают сами перечень дисциплин, которые они хотят посетить. И участвуют в данном мероприятии. Чтобы изучать интеллектуальные информационные технологии, абитуриентам тоже нужно постараться. Конкурс – два человека на место. В лаборатории промышленных технологий оживленно. Ника Ливаневская еще даже не выпускница, а девушка учится в 10 классе. Но так как планы на будущее обучение самые серьезные, пришла на День студента. Я вообще хочу стать разработчиком игр. Не ради денег, а чтобы поделиться миром со своими идеями. Вообще это востребованные информационные технологии, и я хочу посетить свою жизнь этому. Экономика, кондиционирование воздуха, программирование, робототехника. Мастер-классы состоялись по самым разным направлениям. В общем, разочарованных здесь точно не было.